Девушки отдыхают 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 Ой, как же это? У вас что, охрана усиленная? Что это за парни в машине сидят? Да кто их знает? Посиди тут в морозильнике, подумай. И не ори мне! Здрасте. Вы мама Светы Городец? Да. А откуда вы? Я слышал, как Гендос по телефону говорил. Моя дочь, Алия, сбежала с вашей Святой. Так это вы? А я звонила вам домой. Мне сказали, что вы пропали. Я сразу сюда приехал. Пошел к начальнику местной милиции. Ага. Только вышел от него. Вот эти братки руки сломали. Машину бросили и сюда привезли. А мне в милиции сказали, что наши дочки с зеленобойщиками катались. Да они врут, сволочи. Врут, сволочи. Да конечно врут. Моя дочь не такая вообще. Я верю, верю, что Алия жива. Да и Света жива. Не обращайте внимания. Умом тронулся. Когда меня сюда привезли, он уже тут сидел. А он кто? На рынке, что ли, работал. Говорят, Волчихий дорогу перешел. А. О, старый знакомый. Может помочь? Да не, не надо. Волчих. А его свой мертвый, двухколесный, это починил. На рыбалку намылился. Был в интернате. Дочку-то проведал. Проведал. Пропала она. У нас вся станица вот этими бумажками была обклеена. А она может для скорости помочь. Чего? Слушай, дед, ты иди, не до тебя. Ну ладно, ладно. Эх, папы, мамы. Чего, дядь, на жаре колеса спустили, да? Ага. Я раз убежал, всю ночь шел по степи. Ну, нашел какой-то дом, постучался, попустили, накормили, а потом позвонили. Но не в милицию, а этому кинтосу. Он, они их главный, а по периметру охрана с автоматами. Марин. Домой ехал, и в Кирилловку свою. Да, почему я об этом ничего не знаю. Я ее брал, наработает мой сотрудник. Я ее брал, наработает мой сотрудник. Чего ты меня допрашиваешь? Мама сказала уволить. Я уволил. А на чем она уехала-то? Гиндос ее до автобуса отвез. Ваши слюбы билеты, кстати, у меня. Вылет завтра утром из Краснодара в Таиланд. Ребята, я вам завидую. Подожди, подожди. А с каких это пор гиндос моих сотрудников развозит? И что это за спешка с этим Таиландом? Серега, у меня нет времени разговаривать. Выбор на носу. Встреча с креативщиками. Хочешь, приезжай, поговорим. Давай, Сережка. Ну, ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Что случилось в голове людей? Морозильники, подвалы, рабы. Когда для нас это стало нормой? Господи. Неужели ж нормальных людей в округе вообще не осталось? Вот случись атомная война, ну или что-то в этом роде. Человечество опять поделится на две половины, на рабов и хозяев. Но ведь нет же никакой войны. Откуда ж в людях такая жестокость? Марин, накопление первоначального капитала и есть война в голове. Они же ведь патриции. Они знают, как надо жить, как надо зарабатывать. А мы помеха на их пути. Надежда Алексеевна, а вот диск об открытии церкви. Угу. А вот это сводный бюджет всей нашей рекламной кампании. Посмотрите. О, десять роликов. Он что собирается про нас кино снимать? Нас и так тут все знают. Мама, чтобы выиграть у Захарова, нужно вложить большие деньги. В результате оно того стоит. Я надеюсь. Да? Костик Светловки вот так выборы провел. Талантливейший имиджмейкер. Один из самых лучших сейчас. Давайте сразу к делу. У нас есть проблема. Волковых станиц не любят. И это еще мягко сказано. Я вот провел тут небольшое исследование. Что мы получаем в результате? Кто будет голосовать за Волковых? Это милиция и работники агрохолдинга. Это все. Вы же понимаете, что этого мало. Захаров очень серьезный конкурент. Чтобы у него выиграть, нужен реальный разрыв мозга. Нужно бить по всем фронтам. То есть телевидение, радио, печать, наружка. Я должен отовсюду слышать. Волковый. 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 И интеллигентный креатив нужен. Надежда Алексеевна, вы меня понимаете? Нет. Борьба с ящером. Свиной грипп. Падешь скота. Вы, Надежда Алексеевна, возите в станицу вакцину. А сыновья со швейцами ее вводят. И снять сюжет об этом. Ты сегодня похмелялся? Кстати, Надежда Алексеевна, а ваш дед Никанорскок в Берлин или Варшаву не брал? В Сибири по пятьдесят восьмой сидел, как враг народа. Прекрасно. Значит, можно снять сюжет о том, как казачья семья пострадала во времена ГУЛАГа. А второй дед чем занимался? В НКВД служил. И у меня одна ходка. Так что с героическим прошлым Валера не случилось. Поехали. Поехали. Ты чего ему предъявили? Катится. Так уже все просек. Да что мы ему вдвоем сделаем? Бугай на здоровье увидел. Пацанов присылаю. Телефон. Телефон, я сказал. Второй телефон. У нас один телефон. Ключи от машины. На очки. Спасибо. Телефон. Чего вам? Поняли? Поняли, дядя. Поняли. Телефон. Телефон. Чего? Подожди. Телефон. Ты их бросил-то? Я чубеню. Коля, давай билеты. Ну, поехали. А здравствуй. Мама, прости, нет времени просто. Привет. Привет, сына. Коля, выйди, пожалуйста, мне с мамой поговорить надо. Спасибо, я быстро. Мама, я уеду в Кашнодар. Вернусь из Таиланды и уеду. Не получается мне, если что. И в депутата баллотироваться не будешь? Не буду. Какой из меня депутат? Это вообще все не мое. А что твое, сынулька? Родной мой, скажи, что твое? Да не знаю. Надо было вообще оставаться учителем и не приезжать сюда. Так будь им. У нас интернат тут. Работай. Что тебе мешает? Мешает, мам. Все мешает. А ты думаешь, что, там другие детки будут? Родной мой, вот тут бы ты реально помог. Правда. Клару пора на пенсию отправлять. И главное, я рядом. Вот, мам. Вот, мам. Понимаешь, ты всегда рядом. И все, я не могу так больше. Я сам что-то должен сделать. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь. Мя-мя. Ну, зачем вот так вот? А как вы на зарплату учителя жить-то будете? Людка твоя по магазину идет, в тележку бросает столько, пока рука не отвалится. Барыня. Ничего. Значит, с голоду сдохнем. Ты что тебе говоришь? С голоду сдохнем. К отцу зайди, хандрит он что-то. Чего он хандрит-то? На рыбалку собирался. Да приехал, уже вернулся. Не клюет, говорит. Вот кому это все? Кому? Разъедетесь все. Останусь тут одна. И умру. Мам, ну чего ты? Ну зачем ты так говоришь-то? Мам. Не тебя дурака. Мишку, внука жалко. Мам, я тебя очень люблю. Ты мой сладкий. Я тебя прошу, не лезь. Не лезь. Про них совсем плохо говорят. А чё конкретно говорят? Они там что, людей едят? Да, едят. Волчиха срок отсидела, вышла. А тут революция. Сразу на казачий круг говорит. Кто не со мной, тот против меня. Совхоз развалился. Она его с компаньоном. Хоп! А компаньона посадила. Он потом в камере удавился. Или удавили. Все территории. Под рестораны, магазины. Все за копейки. У совхоза выкупала. Народ на дыбы. Стали люди пропадать. Вон у армян. Пивзавод был. Её сынок приезжает 24 часа, чтобы съехать. Покупаем. Те в Краснодар, в прокуратуру. Так и не доехали. До сих пор ищут. И так во всём, Федя. Увидела, понравилось. Майор. Да у неё все. Менты, суд, прокуратура. Все. Либо родственники, либо компаньоны по бизнесу. У них в лощинке мент рядовой в три раза больше получает, чем я майор в соседней станице. Спросишь, как? В конвертиках разносят. С нами? Получай. Не с нами? Увольняйся. Сань, ты пойми, ну? Ну не могу я дождь не искать. Я и так перед ней вон виноват. Понимаю. 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 И вообще там, знаешь, какие-то непонятные вещи происходят. Стоило мне появиться, парни какие-то на хвост сели, колеса порезали. Маринка-то на телефонные звонки вообще не отвечает. Всё, Федя! Иди. Иди домой. Разберёмся. Разбирайтесь. Добрый вечер. До свидания. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Ну, спасибо тебе. Это ваш. Угу. Сейчас, сумки. Давай. Вот. Антоха, мне надоело бомбить? Здорово, как жизнь? Да, нормально. Ты вроде собирался в армию, выезжать хотел. Так, блин, дядька отмазал. Говорит, мамка не переживёт, если со мной что-нибудь случится. Ну, правильно. Слушай, а что-то я ему звоню целый день, а он трубку не берёт. Выключен телефон у него. Так он на Кубань уехал. Он там всегда телефон выключает. На рыбалку. Что-то срочное? Ну, так. Просто у него есть второй номер для своих. Слушай, дай мне. Пиши. Опа! Люся, ты такое видала? Только у моих родственников такие родятся. Небось, опять в свою Лощинскую хочешь ехать, да? Люся, ну, позарез надо. Любовный интерес, дальняя дорога. Угадала. Так только что-то появится, обязательно позвоню. Жди. Буду ждать. Давай. Федя. Пошли хоть. Скрылись. Вот. Приглядывай здесь, Вань. Я тебя уберу. Вы не у себя в районе. Давайте, давайте, разбирайтесь быстрее. О, Саня, привет. Заходи, я как раз по твоему вопросу. Ну, так докладывай, докладывай. Угу. Ага. Ясно. Ну, что значит, вроде бы? Мне точно нужно. Ну, узнаешь и давай докладывай. Понял? Все. Ну, чего? Ну, чего? Может, по римашке? Или в ресторан махнем? Кутнем? Я со своей зарплатой по ресторанам не хожу. Давай по делу. Да вон тебе прибедняться. Откладываешь, что ли? Угу. А что ты ко мне со всей кавалерией прискакал? А я в твой район теперь только под пересмотром. Да. Да, Саня, да. Криминал достал. Угу. Просто дальше некуда. Да. По твоему вопросу информация вот такая. А родственница твоя, вот это как ее… Горобец. Да. Марина Горобец. Работала в агрохолдинге. И дня три назад уволилась и уехала. А можно посмотреть, где работала? А зачем? Ну, как с людьми поговорить? Как работала? Почему уволилась? Ну, вот ты мне на голову упал. Вынь, да положь тебе твою родственницу. Двоих. А, ну да, двоих. Сань, ну не наводи панику. Ну, ищем. Ищем. Моя мать и дочь. Владимир Николаевич, может ты чего-то не понимаешь? Федор брат моей жены. Я был у них на свадьбе. Света моя племянница. Я крестил ее. Я перед Богом поклялся, что буду защищать их. Правильно. Извини, Сань. Да, Митяйкин. Нады был там чего? Была? Она была. Ну так сними показания, давай быстро ко мне пулей. Видели ее на вокзале? Была она там. И водитель, и кассир билет купила, села в автобус и уехала. Вот. Ну что, давай завтречку. Ты мне на духу скажи, она жива или нет? Саня, ну что за вопросы? Ну, конечно же, жива. Раз мы ищем ее. Ищем. Слушай, давай по рюмашке. В какой-то веке собрались. Посидим, молодость помним, выпьем. Давай сделаем так. Найдется Марина, я сам поляну проставлю. И про молодость поговорим, и про кодость в честь милиционера. Ой, Саня, я даже не понимаю, о чем ты говоришь. У меня кодекс вот, отсюда и вот до сюда. Я завтра приезжаю со своими ребятами и начинаю их искать. А санкции приведешь? Санкции? Вот это вот, висяки. Жители моего района приезжают к тебе и ни слуху, и ни духу. Все работают в одной конторе. Агрохолдинг. Санкции будут. Через Краснодар попрошу. Ты думаешь, я поверю, что ты по телефону говорил? У меня такой же. Только когда и я звоню, там экранчик загорается. Сутки тебе. Реба, конь, конь, конь. У? Да, слушаю. Так, понял. Спасибо, Люсьен. Лечу. Поможешь собраться? Да. Заказ новый получил. Подожди. А ты не в Лощинскую или собрался? Я тебя не пущу. Не пущу я тебя. Слушай, у меня дочь пропала. И что? Ты что, не понимаешь? Не понимаю. Знаешь, я вот, смотри, распечатаю, расклею везде. Может, люди и видели. Скажут, кто подскажет. Послушай, там люди пропадают. Ты так же пропадешь. Не уезжай ты никуда, Бога ради. Я тебя очень прошу. Да ладно тебе. Ну, ладно. Либо конь, позвонить не говори, что я уехал. А что мне ему надо сказать? Ничего не говори. Фёдор, подожди. Геннадий Иваныч! Геннадий Иваныч! Сказал же, два дня побегаешь и в леске ляжешь. Подойдите, пожалуйста. Ну, чё тебе? Я согласна. Я на всё согласна. Только вытащи меня отсюда. Пожалуйста. А как же я теперь садим глаз? Не попаду. Тут крыс. Ладно, чё встал? Давай, воды натаскал, мыть её будет. Сейчас, Иваныч, сейчас мыть будем. Давай, давай вот так. Спасибо. Спасибо большое. Ну, 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 тихо, тихо, тихо. Давай так, такой уговор. Если Коля или кто там ещё спросит… Конечно. Сама захотела, да? Конечно. Ну, всё. Подожди, подожди. Геннадий Иваныч, спасибо большое. Ах! 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 Котранцам поехали! Иваныч, меня забыли! Иваныч, меня забыли! Иваныч, где ты? Иваныч! Ах! Я в ресторан заехал. Чего кроме воды с собой взять? Хорошо. Только я приеду, будьте сразу готовы. Давайте. Добрый день. Привет, Вить. Вы что-нибудь будете? Нет, ничего, только кофе и собери мне с собой воды и каких-нибудь бутербродов. Хорошо. Ты где должен был быть, урод? А? Где я сказал? А? Где ты был, тварь? Тихо. Тихо сказал. Да. Привет, Гена. Я тебе названиваю. Заехал он в коровник, а тебя там нет. Хорошо, он только твоего встретил. Он этот номер дал. Здорово, Серега. А я вот на рыбалку укатил, телефон выключил. Сижу, клюет. Ну, понятно. Слушай, а что Марина уехала? Позавчера еще. Ее же уволили. А почему такая спешка? Мне ничего не сказали. Надежда Алексеевна прикасалась срочно. Мне-то что? Взяла ей такси, а она уехала. Такси? А Коля сказала, что на автобусе уехала. Да. На автобусе. На Ростовском. А до автобуса на такси. А-а. Понятно. Да, вроде так и было, да. Да. Ну, ладно. Хорошей рыбалки. Ага. Давай. Пока. Ну-ка, быстро все в морозильник. Бегом, сказал. Пока она ментов из Краснодара не привела. Бегом, я сказал. Слушай, ты вчера работала вечером? Да. А тебе-то что? На вчерашнем Ростовском, который через Кирилловку идет, много было народу? Да вон битком. А что? Ты ж сейчас по паспортам билеты выдаешь? Ну, конечно. Вон, видишь приказ? Вихрь антитеррор. Угу. Когда Чеченка этот Ростовский рванул, вот такое началось, вплоть до войны. Слушай, а можешь мне показать? Девушка, я не понимаю, вы работать будете? Подождите! Девушка, сказано перерыв 20 минут. Что ж такое? Это перерыв 20 минут. Что, прямо сейчас? Ну, не сейчас. Потом. Как всегда. А кто вчера билеты тебе покупал? Тебе. Спасибо. Будете работать. Девушка, сказано перерыв. Компьютер зависит. Ну, показывай, показывай. Попробуй. Попробуй. Чё, давайте, разгружайте. Я эти вопросы не решаю. Сейчас позову бригадира. Пошли. Бригадир! Я здесь! Вот, привез. Здрасьте. Здрасьте. Так, привезли. Хорошо. Грущиков позови. Сейчас. Скажите, а Марина Горобец здесь работает? А вы ей кто будете? Муж бывший. Женя, пойдем. Там зовут тебя. Посидишь здесь, пока не позовут. Понятно? Все. Красавица, можно спросить? Марину Горобец знаешь? Да ты че? Марина Горобец есть работа? Выйдите отсюда, пожалуйста. Да вы че, я только спроси их. Охрана! Выведите его, пожалуйста! У меня животные нервничают! А ты че тут делаешь? Здесь стерильное производство. Уважаемый, я Марину Горобец ищу. Да? Пошли. Давай, проходи, садись. Давай, проходи, садись. Ну, Горобец Марина Николаевна, фамилия. Нету такой. Да ладно? А мне сказали, она к вам на коровник работать устроилась. Может, у вас еще коровник есть? Да, четыре работающих и два еще строим. Здорово. Слушай, ну тебе же русским языком сказали, нету, нету. Так, ты груз доставил? Молодец. Свободен. Дуй свою автоколонну. Чуть не забыл. Мне ж тут надо печать поставить. Вот здесь, по-моему. Это тебе на центральный офис надо. А, на центральный? Да. А где это? Тебе ребята там объяснят. Проводи. Человека. Я тебе говорю, Горобец. Что ты делаешь? Вообще. Нет, ну ты прикинь. Да ладно ты. Вот это пошел. А что стоите? Давайте, да ваш пошел. Давайте, давайте. Пошли. Рейся давай, рейся. Рейся давай, рейся. Рейся. Чего надо-то? Как на трассу проехать? Да какая трасса? Здесь поля кругом. Куда надо-то? Не в сторону, Краснодара надо. Краснодар там, вот туда надо возвращаться. Господи, как чувствовал, что не туда, боже мой. Слушай, короче так, вот по этой дороге обратно возвращаешься, километров двадцать, потом поверни налево, еще километров десять, а оттуда уже повернешь направо и на трассу. У меня бак пустой, не поможете? У вас что, бензин? Не знаю. Да, наверное. Бензобак открой. Выйдите. Выйдите. Только у меня семьдесят шестой. Плевать. Движок может закозлить. Выйдите. Выйдите. Аппарат-то не ваш. Гадал? Спасибо. Километров на сто пятьдесят хватит. Вот держите. Вот те машины. Берите, сколько надо. Спасибо. Доверенность напишите. Может прорветесь. Удачи. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алёк, Андрян. Короче, а ты уехал из лошинки, а? Ага, понял. Давай, разворачивай. Поехали к агрохолдингу. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Документы. Ага. Освидетельство о регистрации. Угу. Доверенность на машинку, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. А чё это Геннадий Киреев, твой начальник, дал управлять тебе своей машиной? Багажник открыли? Зачем? Я спешу очень. В чём дело-то вообще? Повторяю, багажничек открыли и выходим. Стой! Куда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok